Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Правительство страны и Верховный суд одобрили законопроект, ужесточающий ответственность водителей за непредоставление преимущества автомобилю скорой помощи. Документ скоро будет вынесен на рассмотрение Госдумы. Он предусматривает лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также лишение свободы на срок до четырех лет, если пациент погибнет. При этом остается открытым вопрос, что будет с водителями, которые не могут пропустить скорую по объективным причинам. Трасса 101 Доступность ОСАГО в России существенно выросла, так считает Центральный банк. По словам его руководителя Эльвиры Набиолиной, это обусловлено рядом факторов. Во-первых, речь идет о появлении единого страхового агента. Во-вторых, об организации продаж электронной автогражданки. Большие надежды ЦБ возлагает на систему натурального возмещения ущерба, внедренную в конце апреля этого года. Трасса 101 Жители Ненецкого автономного округа получают самые большие в стране штрафы ГИБДД. Средняя сумма взыскания там, сообщает за рулем, почти полторы тысячи рублей. На втором месте 1300 рублей Ямало-Ненецкий автономный округ. На третьем Астраханская область. Меньше всех за шалости на дорогах достается водителям в Саратовской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской и Воронежской областях, где средняя сумма штрафа составляет 600-700 рублей. Трасса 101 Две комплектации Volkswagen Polo отныне доступны с пакетом Sport. Он подразумевает наличие 16-дюймовых легкосплавных дисков черного цвета, спойлера, затемненных задних фонарей, хромированные насадки на выхлопную трубу, болтов-секреток и других опций. Внутри спортивный руль, металлические накладки на педали, кожаная рукоятка рычага коробки и так далее. Стоимость пакета порядка 50 тысяч рублей, а минимальный ценник Polo сейчас 599 тысяч 900 рублей. Китайская автокомпания Cherry не отказывается от активного продвижения своей продукции в нашей стране. В следующем году она собирается обновить для России кроссоверы Tiggo 5, Tiggo 7 и Tiggo 8. Подробностей обновления пока нет, но, по мнению специалистов, изменения вряд ли будут существенными. В настоящее время самым доступным паркетником китайской марки является Tiggo 2. Минимум 598 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.